В Омске открылись елочные базары. Самые прибыльные места предприниматели уже заняли. Хорошая сосна, мячом обойдется в 500 рублей, пихта будет стоить тысячу. Но каждую зиму появляются желающие заработать на праздники. Дмитрий Ковалев прошел по следам черных дровосеков. Дмитрий Денисюк лесничий. В день обходит по 6 гектаров леса. Зимой, говорит, злоумышленников выследить проще. Человек не животное, и следы ботинок распознать легко. Здесь, например, неделю назад прошел подвыпивший сельчанин. На очередную порцию спиртного решил заработать на соснах. Товар в канун Нового года ходовой. Варварский с применением топора расщепил лесное насаждение, причинив ему непоправимую ветку. И, кроме того, произведен сруб вышеуказанного хвойного насаждения. Они на расстоянии, как мы это обычно делаем, допустим, у корневой. И поверхности лесной почвы. А именно, ну, практически посередине или на уровне груди. Такой сруб опасен не только для конкретного дерева. Если растение начнет гнить, то может погубить всю лесополосу. А вот спиленная под корень сосна может вырасти снова. Без ущерба для соседних растений. Правда, подвыпивший лесоруб одной елкой не ограничился. Срубил шесть. И, как уверяют полицейские, полтора километра тащил их домой. В лесу у нас находились следы волочения. А уже, выйдя когда к селу, на дороге мы по иголочкам шли пешком, смотрели и следы завели именно во двор. То есть он даже не скрывал, не пытался скрыться? Нет. Не пытался скрыться? Нет, нет, не пытался. Сразу признался, в принципе, раскаялся. К этой посадке лесники едут неохотно. Боятся проложить дорогу браконьерам. В Павлоградском районе всего две хвойные плантации. Площадь 125 гектаров. Сколько на них высажено сосен, подсчитать практически невозможно. Легально пилить их могут только работники местного лесхоза. Вид рубки. Обратите внимание, осветление. Это разновидность рубок ухода. Год рубки 16. Но дальше идет площадь. То есть это окошко обращено к месту разрешенной рубки и свидетельствует за то, что вышеуказанная деляна была ранее, то есть в 2016 году, разрешена к проведению санитарно-оздоровительных мероприятий в виде рубок ухода. Сложнее всего признаются лесничьи бороться с теми, кто рубит по одному дереву. Не для продажи, а для себя. Явных следов не остается. А поймать с поличным дровосека практически невозможно. Правда, пока местные жители все же предпочитают покупать новогодние ели у лесников. Дмитрий Ковалев и Павел Ходынский. Новости здесь, Омск.